В ОМВД по Тверской области раскрыли информацию о том, как развернулись мошенники, обирая граждан. Более 325 миллионов рублей в течение полугода, таково количество награбленных денег. В наше время, кроме интернет-аферистов, очень активно работают не только легальные, но и мошеннические микрофинансовые организации. Подробнее о том, как избежать встречи с ними, в нашем следующем материале выпуска. Как бы часто мы не говорили о информационной безопасности и активном развитии мошенничества, Случаи, когда жители Тверской области и не только попадают под влияние аферистов, происходят довольно часто. Один из видов мошенничества — оформление микрозаймов. Не брал деньги в долг, но всё равно должен. Такие истории, увы, случаются. Главное — не паниковать и предпринимать верные действия, чтобы избавиться от чужого долга. Также очень известны ситуации, когда люди самостоятельно оформляли микрозайм в мошеннической организации из-за незнания и непонимания банальных финансовых правил и законов. О том, как избежать неприятностей, что такое микрозайм и каковы его условия в честных организациях, расскажет наш экономический эксперт. Ситуации, когда нам до зарплаты не хватает какой-то небольшой суммы. И в принципе, для того, чтобы получить быстро небольшую сумму, в банк идти бесполезно. И для этого есть вот такие микрофинансовые организации. Они выдают не кредиты, они выдают займы. И если какая-то микрофинансовая организация говорит, что она выдает кредиты или берет вклады, то вы уже точно должны знать, что это мошенники. На сегодняшний день установлены следующие ограничения. То, что каждый день может начисляться не более 0,8% по кредиту, по займу, извините, по займу в день. То есть максимальный займ по ставке годовой, если мы пересчитаем, это получится 292% годовых. При оформлении микрозайма стоит быть предельно внимательным. При заключении договора обратите внимание, на первой странице в правом верхнем углу будет прописана полная стоимость займа в процентах годовых. Если вы не согласны со ставкой, договор подписывать не стоит. Помните о законах. Предельный размер задолженности заемщика по процентам ограничивается законом. А также ограничивается процент неустойки за просрочку по любому займу. Он не должен превышать 0,1% за каждый день задержки. При соблюдении всех правил оформления микрозайма шанс попасть в лапы аферистов мал. Поэтому будьте финансово грамотны и помните, что всегда нужно держать ухо востро.